МВД России Совместно с коллегами из Тверской области были задержаны двое мужчин по подозрению в незаконном производстве синтетических наркотиков. Сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию в частном доме, расположенном в одной из деревень Калязинского района Тверской области. При производстве обысков из незаконного оборота изъято около 34 килограммов наркотического средства, производного энметилофедрона. В ходе предварительного следствия установлено, что в период с ноября 2021 года по октябрь 2022 года 35-летними мужчинами в составе организованной преступной группы под руководством неустановленного следствия лица совершено серийное незаконное масштабное производство синтетического наркотика в особо крупном размере. Изготовленные наркотические вещества они планировали сбыть бесконтактным способом. В отношении фигурантов на срок предварительного следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание за совершение особо тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотиков предусматривает пожизненное лишение свободы. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Сотрудниками наркоконтролем у МВД России Беженский совместно с коллегами из УНК регионального управления МВД России при содействии участковых уполномоченных полиции Макса Тихинского отделения полиции в деревне Змеёво задержана 40-летняя жительница Конакова по подозрению в хранении наркотических средств. При проведении личного досмотра женщины, находящейся у неё в дорожной сумке, был обнаружен изъят полимерный пакет, в котором, согласно заключению эксперта, находилось наркотическое средство, каннабис, массой более 800 граммов. Следователям в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На чердаке дома подозреваемой, расположенном в деревне Змеёво Максатихинского муниципального округа, оперативники обнаружили специальное помещение, оборудованное для культивирования растительного наркотика. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница Конакова осуществляла противоправную деятельность совместно со своим 52-летним знакомым, который выращивал наркотическое растение. В отношении жителей Конакова возбуждено уголовное дело по пункту А, части 2 статьи 231 Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества или психотропные вещества, либо их прекурсоры. Расследование уголовных дел продолжается. В Твери в автомобильной аварии пострадали 5 человек. На площади Капашвара столкнулись Лексус и Рено. Пострадали пассажирка Лексуса, водитель и пассажиры Рено, среди которых трое детей. 2010, 2008 и 2011 годов рождения. В Бежицке на пешеходном переходе автомобиль через Билл 40-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...